Вы наверняка слышали, не дай вам Бог, жить в эпоху перемен. Так вот, вы сейчас общаетесь с тем человеком, который именно в эту эпоху перемен и прожил. И к слову о том, я помню социализм. Это было красиво, круто и замечательно. Мало того, я в социализме начал заниматься стендовым моделизмом, естественно. И при социализме я начал заниматься радиопровольными моделями самолета. Это было при социализме. При социализме я поступил, к сожалению, мне не дали ее закончить. А я скажу, что это было очень плохо. То есть мне не выдали мое грамотное стремление к будущему, которое я хотел бы. Из-за сантиметра роста и трех килограмм веса не дали. А так бы летал. И наверняка бы не стал заниматься этим телевидением, пятое-десятое. Это был как раз 80-й год. Да-да-да, я ровно год там занимался. Мне не дали. Сволочь. Реальные. Риски. В 90-м году, в 90-м году, я поступил в Магнитогорскую государственную, даже академии не было, никаким университетом, государственный институт. Я туда и поступил. Тогда можно было выбрать. Я вот выбрал щелчком монетки, куда я буду поступать. Либо в Петро, либо в Горный. Я поступил в Горный. Я поступил еще в Советском Союзе. Это был 1990-й год. Я даже собирался в партию поступать в 91-м году. Попозже, где-то в октябре месяце. Можно было такое сделать. Я был октябренком, я был пионером, естественно. Я был комсомольцем, я собирался поступать в партию. Мало того, мне сейчас начнут втирать по ушам, проезжать. Дело в том, что в 89-м году мы с моим товарищем, ну, наверное, товарищем есть, был, ну, может быть. Не хочется со мной общаться. Ну, это его проблема. Я действительно люблю, когда на меня наезжают. Тем более, когда этого лучше и не делать, то было бы. Это его проблема, не моим. Всего лишь полтора года были талоны, да. И в 90-м году я поступил в институт. В 91-м году там такая чеботуха началась. Вот, вот, понимаете, да, откуда все началось. Да. Мало того, в 90-м году, в 90-м году, это было еще в 90-м году при Советском Союзе, мы съездили в Тимирязевку и купили мне там замечательный компьютер. Синклер. Да, 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 да. То есть история компьютеризации, это моя история. Потому что до этого на электронике МК-62, МК-58М, мы, используя программы, записанные в одном очень популярном издании, там прям писалось все это дело, техника молодежи, не слышали про такое. Да вы вообще, по-моему, ничего не слышали, не понимаете. Ну, хотя, ладно, мы это дело поймем. Ладно, хоть сейчас есть местечко такое под названием интернет-издание. И вот это издание называется Википедия. Википедию 99% случаев абсолютно нормальной информации. Посмотрите, почитайте и поймите. Лучше читать, конечно, на английском языке, но вы не можете говорить английский, потому что вы можете закончить мою, действительно, интернациональную школу, номер 33. А потом началась чебатуха, да-да-да. В 91-м году у нас только-только появились, только-только появились американские натуральные сигареты. Да. У нас только-только появилось отличное, качественное, замечательное, исключительно, фонаренное, обалденное пиво западных образцов. У нас появилось C2H5OH западных продавцов, которые к нам подставлялись. Мы не платили никаких налогов. Если мы будем говорить про 91-й год, где у нас наступала реальная кака, ну то есть мы зачем-то перевооружили, переделали то, что нормально реально работало, это этому дебилу, которого Господь Бог забрал, супругу. Зачем она это сделала? Ну, козел. Других вариантов нет. Так вот, мы буквально за три месяца, я лично, не верите мне, я лично находился и в ларьках. Да, дорогие мои. Я вместе с людьми, которыми я очень сильно уважаю, потому что я люблю именно годы 90-е прошлого столетия. Сейчас объясню почему. Сейчас просто все будет ровно и красиво. То бишь, я размолотил машину, заснул за рулем, это был очень хороший Новый год. 1993 год. Как раз потом через 12-12-12 лет все это хлопалось. И поэтому я точно знаю, что Господь Бог есть. Вы мне сказки не рассказывайте, я лично это знаю. Что я сделал? Машину мы оставили в Миндеке, потому что я попытался приехать к своим товарищам на 1993 год. Заехал за мамой по дороге, ну заснул за рулем. Бывают такие вещи, понимаете? Бывают, к сожалению. Вот. И мне срочно было необходимо помочь. Я пришел к человеку, взял у него 500 миллионов рублей, 500 тысяч рублей, да. Ровно через неделю я ему отдал эти же 500 тысяч рублей, при этом еще и заработал 500 тысяч рублей. Клево. Да вы что? А вы не знали? Да-да-да-да-да-да-да-да. Мало того. Естественно, я частично потратил свой мужской потенциал на левом берегу, потому что у нас был самый лучший крытый рынок на левом берегу, там было все, от и до, все, от и до, все, от и до. Мало того, вот я сейчас говорю про тех по возрасту от 45 до 55 годков. Другие уже не поняли, не понимают, о чем речь, они не въехали, это даже, они не понимают, это просто бред для них, понимаете? А я-то помню. Вот. И на нашей памяти мы начинали с Синклера, образца 1992 года. Потом появились X-тишки, A-тишки, 286-е, 386-е, 486-е, пентели, это все на моей, это я вот учился, вы не понимаете, я учился, и при мне все так делалось. Вы неужели не думаете, что я не смогу компьютер забрать? Это легко. Я знаю, из чего он создан, мало того. Мне даже Синклера ремонтировали. Ну, я, конечно, был не таким крутым, как Родион Сагдеев, тот-то поглубже меня лазил. А у меня еще есть был один такой товарищ Виталий Коркин, тот еще глубже лазил, потому что он поступил на промоэлектронику, а Родион из промоэлектроники отправили в ВФ, ну, а я там каким-то образом оказался. Да. То есть вот это, это я все, вы не думаете, что тут сложности? Да нет. То есть что такое компьютер, могу вам показать прямо, вот у меня их здесь много, много, то есть это блок питания, HDD, ну, в смысле, тут место, где у вас будет храниться ваша операционная система и куда вы будете дальше сливать, потом определенное количество памяти, да, чем больше, тем лучше, естественно, видеокарточка, ну, сама материнская плата, блок питания, ну, не помню, ну, в общем, это все. То есть, в принципе, если бы вам было бы необходимо, я бы при вас сейчас собрал целиком компьютер, потом поставил бы, идут бы называть гружение, операционная система, это не быстрое занятие, вы не понимаете, что ли? А, сейчас расскажу. Windows, NT это был проще, вот чуть-чуть раньше, 3, 11, да-да-да-да, 11 дисков маленьких, встаешь и грузишь, встаешь и грузишь, потом все это дело началось, сегодня, сейчас, я не знаю, сколько это дело времени проходит, потому что последний свой компьютер я ремонтировал, кстати, хорошо компьютер, на чего научились делать, да? То бишь, вот то, что вы сейчас видите, это, ну, такая, 10,60, до, естественно, полностью 3D, в смысле, это уже большой результат, естественно, но это было немножко сложно, потому что какие-то дебилы придумали вот эту криптовалюту, потому что я не совсем понимаю, то есть, если мы этим делом занимались, зарабатывали, да-да-да, при мне, естественно, при мне, естественно, было вообще настолько красиво и ровно, мы могли спокойненько смотаться, ну, дорог таких, конечно, не было, не было таких дорог, тут даже вопросов не было, но можно было съездить, допустим, в Германию, взять себе отличную машину и привезти, и это никаких денег не стоило, мало того, я мог купленную мне в 97-м году, ну, 99-ку, ну, она, конечно, красиво была, супер, представляете, да, как это все было красиво, то есть, я еще раз объясняю, после того времени тех денег не существует, ни у меня, ни у вас, ни у кого, вы не понимаете? Тогда мы могли заработать, заработав деньги, можно было спокойненько взять машину, целиком, никаких кредитов, алло, хорошо вам слышится, меня, или нет, клево, а я почему сейчас говорю, потому что это все дело прошло, мне говорят, 90-е годы прошлого столетия было плохие, но если бы не один, пух, которого уже нету на этом свете, который умудрился с Чечней поспорить, хотя не надо было спорить, надо было просто, ну, по-человечески отнестись к ним, поверьте мне, сами чеченцы, я их прекрасно и хорошо знаю, это отличные люди, отличные люди, да, вы устроили там чеботуху, вы устроили, а мы положили своих однокашников, но моих-то не было столько, вот помладше, естественно, те попали как раз в эту самую чеботуху, то есть, не мой 90-й год туда попал, нет, уже потом началась дивная ситуация, естественно, то бишь, какие были проблемы, да никаких проблем не было, ну, никаких не было проблем, то есть, можно было спокойненько заработать эти деньги, а не взять в дивный кредит, какие были ипотеки, вы там что, с дуба рухнули что ли, можно было 10 тысяч долларов взять и купить себе однокомнатную квартиру, можно было, но я поступил куда, деньги такие были, вопросов нет, можно было, вопросов нет, можно было купить квартиру, но я куда поступил, я поступил в Челябинскую государственную телевизионную компанию, понимаете, Челябинская государственная телевизионная компания, по идее, в принципе, если бы я знал, я бы, конечно, пошел бы в МГТРК, к Нелле Федоровне Смирновой. Вот она четко выдавала всем квартиры. Я был лох. Лохом являюсь. И к слову о том, что тогда были люди дела, человеки, которые оценивали и говорили. И да, кого-то убивали. Ну, такие вещи тоже случаются. Что такого в этом сложного? Если человек решил всех швырнуть, ну, естественно, кончали. Это нормальное явление. Но сегодня-то и сейчас, что из вас случилось, то, да-да-да, при мне из вас сделали злобное быдло. Да, господа, мы не слышали? Так вот, быдло, это еще раз говорю, прочитайте, я уже говорил, это нормальное слово. Быдло – это человек, работающий на хозяина. Вы все стали работать на хозяина. Я работал еще на государство, а вы стали работать на хозяина. То есть кто вы? Вы быдло. Так же, как и я, естественно. По одной простой причине. Было хорошо и красиво в свое это время. Но хорошие, красивые индивидуальные предприниматели закончились физически, понимаете? То бишь, вот это мерзкие вещи, которые у нас сейчас творятся, налоговая инспекция, которая ничего нового не приводит. Это просто чмошная, нехорошая вещь, поверьте мне. Я бы не советовал нормальным людям туда идти. Я никогда не буду с ними общаться. Потому что они говорят, что они нам что-то дают. Хотя, по сути, мы им даем. Клевая ситуация, правильно? Ой, какой кошмар, какой кошмар. Было красиво, было красиво. Что будет, я не знаю. Я не противник нашего президента. Я не могу быть противником нашего президента. Потому что я его неоднократно снимал. Да-да-да. Не слышали, зря. Я еще и тогда снимал, когда он был только председателем правительства. К нам в гости приезжал, не слышали? Ну, я его также и снимал. Я вообще, он мне очень реально нравится. Но, как бы вам сказать. Есть другие товарищи, которые мне не нравятся, понимаете? Но они мне не нравятся. Вот. Много к нам товарищей приезжало, естественно, из различных категорий. И даже один товарищ приезжал, который нам дефолт устроил. Вот я бы его прибил бы. Вот сто процентов. Как можно было из шести рублей сделать доллар по 32? Ну, он устроил. Сволочь. До сих пор он уже такой. Кириенко. Не слышали про такого? Марий не такой был. Шибзик. Я ничего не буду говорить. О нем, естественно. О этих вещах. Да. Все остальные вещи прошлись по кому? Да по нам с вами, естественно. Ну, по кому еще пришелся этот дефолт? По кому еще пришелся остальные там? Чебатушные вещи. Особенно 2008 год. Это же был чисто американский кризис. Причем он залетел-то на Россию. Что-то не въехал. Ну, хорошо, хорошо. У нас чуть позже, естественно. Мы там кое-что сделали. Конечно же. Как же можно было, когда все дело-то умудрились у нас забрать. Давайте все-таки определимся с нашей ценовой характеристикой и нашим качеством жизни. Я обращаюсь к тем, кто еще помнит Советский Союз. В Советском Союзе не было подразделения по нациям. Ну, давайте еще чуть-чуть дальше вернемся на круги свои. Я к слову о том, что есть такое понятие, как Википедия. Вы неужели не думаете, что когда появился интернет у меня дома, я не узнал о истории моей фамилии? Так вот, история моей фамилии имеет две границы. Одна из них плохая. Так какая разница? И вторая более-менее хорошая. Так какая разница? И при этом история моей фамилии меня откидывает к 1861 году. А вы только стойте. Ну-ка, расскажите мне, пожалуйста, что такое случилось в 1861 году? У нас было крепостное право. Его отменили. То есть 90% нас с вами это обыкновенное быдло. Да-да-да-да-да-да. Человеки, которые работали на хозяинах. Почитайте еще раз слова Ожегова. Клево, да? И тогда в Российской Федерации, в Российской Империи подразделения на нации не существовало. Какие? Эстонцы, латыши, литовцы. Это кто? Финны это кто? Это чухонцы? Они такие были. Ну, своеобразные. Это история наших южных народов. Никаких вопросов не возникало. Какие там поделения? Вы что там с дуба рухнули, что ли? А, вот еще дивная штука у нас рядышком, только 150 километров. К слову о том, что мне сейчас говорят, что вам будет плохо-плохо. Плохо-плохо-плохо будет жить в Мухозапердянском. Это они говорят. Я говорю, а с чего это вы решили? У нас до границы Казахстана 150 километров. Все машины, которые продаются здесь, которые типа сказали, что вы не будете покупать в России, они берутся оттуда. А-а-а, вы не слышали. Вах, 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 вах. Тут доехали до Казахстана 150 километров. Мы сейчас еще там договоры решили. То есть то, что в Казахстане есть, в России. А Казахстан не попадает под вот этот дивный списочек. Да-да-да-да. И почему при мне же развалилась Карталинская ракетная дивизия? Знаете, почему она развалилась? Все просто. Потому что Карталинская ракетная дивизия, она... Это Карталы. Вы не понимаете, что там ракеты из Казахстана вылетали? На расстоянии 40 километров от Казахстана. То есть тут проблема именно в сатане в чем заключается? Их можно было сбить легко и просто, пока она разгонялась. Понимаете? Ну, дай казахстанцам, дай бог, что это никогда не случится. Потому что если это случится, как бы вам сказать, то... Вообще-то территория Уральская, в смысле, территория реки Урал, это вообще всегда была территория Российской Федерации. Российской империи. Ну, все остальное тоже была территория Российской империи. Вы посмотрите внимательно. Полистайте и поймите, что когда у нас не было подразделений на нации, у нас не существовало никаких национальных вопросов. Как только мы воткнули подразделения на нации, началось, с чего Украина, с какого? История Украины, само название Украины, чтобы вам не было понятно, чтобы вот эти дивные товарищи, которые начинают нас смотреть и говорить, что украинцы всю жизнь... Да никогда этого не было, 1893 год. Единственный раз, когда им сказали, что Украина. А так это была, ну, обыкновенная Россия. С подразделениями. Не было никакой Украины. Не было. Не было ни Казахстана. Не было ничего. Ничего не было. Вы не слышали? Ну, еще раз. Ну, вернитесь. Ну, посмотрите, это несложно. Вах, 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 вах. Ну, вот, а нам приходится с этим делом разбираться. Если не дай-то Бог, у Казахстана начнется опять шиза туда, ну, как бы вам сказать то? Я думаю, что это не начнется. Ну, а вот почему Сатаная закончилась, да, то есть РС, самая хорошая наша ракета, которая давала таких люлей тамошним товарищам, что они просто аж хлопали, когда мы все это делали. Так вот 40 кг, представляете, вот у нас взлетела, и ты щелкай, блин, из этого стингера, и приехала ракета. Ясно? Вы меня понимаете, о чем идет речь? Почему нашу картеринскую ракетную дивизию расформировали? Ага, прикольная ситуация, правильно? Правильно. Остальные вещи я не знаю, но у меня есть определенный товарищ, который мне все это дело докладывает, но тем не менее, я возвращаюсь в начало сюжета, помните, да? Не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Я говорю, ребята, я лично прожил в эту эпоху перемен. Для меня лично все года, это были все качественные года, это было все то, что должно было быть. Это 90-е годы. Я еще раз говорю, никто никому не командовал. Никто никому не командовал. Мы не говорили, дайте нам деньги. Мы просто ехали, брали там товар, продавали его и здесь. Каких налогов? Никакой налоговой не существовало. Мы спокойненько возили замечательные видеокассеты Samsung и продавали их. У людей не возникало никаких проблем. Мало того, водка была, вот, блин, пиво было, вот. И наше, кстати, хорошее пиво, Верхнеуральское, оно всегда ценилось. И оно было, 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 было. Куда мы все просрали? Вы даже не представляете, что я в первый раз, когда ездил в Челябинск, это был 94-й год. Не помните вы. Да мы вообще про это не слышим. А я сейчас объясню. Когда я Арси проезжал, ну, дорога там была такая. Так вот, арсинские места, где, как бы вам сказать, животные росли. Вы слышали про такие? Нет, не слышали. Вопрос другой. Блин, сейчас вам покажу. Ну, чтобы это было еще раз более понятно. Сейчас мы вот сюда воткнем. Вот. Раньше, то бишь раньше, да? Вот. Сейчас Maps, Google, Google проверим. Maps. Простите. Коровники. Коровники там были. Там были такие красивые коровники. Там все было красиво и ровно. И после того, как я поступил в ЧГТРК, я все посмотрел. Как вы уничтожили наше все сельское хозяйство. Вау, кошмар. Да, это уже тема отдельной беседы. Но, чтобы вам было просто и понятно, я не буду вас никуда отсылать. Ммм, зачем вам ездить, посмотреть? Вы очень легко и просто. Сядьте просто, сядьте на машину. И чтобы вам было легко и просто и понятно, даже далеко ехать-то и не надо. У нас есть замечательная объездная дорога. Да? Виктор Филипп Шарашников сделал ее. Молодец. Ну, что я могу сказать? Вы едете в сторону Верхнеуральского. Едете по Верхнеуральскому шоссе, да? А дальше не Верхнеуральск. Езжайте в сторону... Там недалеко проехать-то. Это с поворота, чтобы посмотреть, какие стали коровники. Это вообще не легко и просто. Ржавка. Там 5 километров. Пройдите и посмотрите, что есть коровник. Все в разрухе. Все в гольной, конкретной разрухе. Ага. И когда мне сейчас начинает по ушам втирать... Вау! Я сейчас просто обакакаюсь, если честно. Когда я захожу... Сейчас мы так немножко перекнемся. Вот, смотри, сейчас сателлит перекупнемся. Сейчас пока это будет загрузиться немножко. Вот. Вот мы сейчас докатимся до туда. То есть вы хотели арсит показать? Да, это несложно. Это недалеко, кстати. Вот он, арси. Несложно. Совсем несложно. Вот я его просто увеличиваю. Вот. Вот это арси. Вот. Вот это, вот это. Вот это я вам сейчас показываю. Да? Вот. Вот это. Вот здесь были коровники. Здесь просто ничего нету. Я не знаю. Давайте попробуем просмотреть. Говорят, можно что-то так пока показать. Ну, давайте покажем. То есть сейчас мы немножко к арсиам приедем. Вот. Мы сейчас сюда доедем. Чуть-чуть дальше. Вот оно. Моя любимая арси. Недавно там был, кстати. Вот. Вот здесь стояли коровники. Их нету. Их просто нету. Все в развале. И люди вот отсюда едут к нам. Да. К слову о том, что в свое-то время у нас, как бы, город был немножко закрыт. И мягко так скажем. И если честно, то на пенсию большинство из наших работников комбината отправлялось. Большинство из наших работников комбината. Большинство из наших работников комбината. Большинство из наших работников комбината. Не понимаете, о чем речь идет? Большинство из наших работников комбината, у которых был горячий стаж, отправилось в 50 лет на пенсию. эти пенсионеры были везде и всюду я их видел просто постоянно это было красиво и ровно да, конечно, неба такого качественного не было, это опять же спасибо Виктору Филипповичу Рашникову, что он это делать сделал но я видел обыкновенных тогда как бы было все интереснее спокойнее, дедушки нарды резались, не нарды это домино, везде было везде, я проходил, вот они наши были, куда, где сейчас пенсионеры ну если я буду говорить о тех людях, с которыми я общаюсь у меня уже однокашников штуки четыре на том свете они сюда сорока семи-то не дожили если честно вот, троих, а четырех в виде инженеров уже на тот свет я, благодаря Господу Богу нашему, я верю в Него и уморить буду прекрасно, бесконечно я проживаю это время чуть-чуть подольше то есть я уже после операции девять лет с небольшим я специально, то есть я попросил Господа Бога нашего, спасибо Ему еще раз, родное дайте мне возможность прожить до восьмилетия, девятилетиям десятилетия моего сына я это сделал сегодня, сейчас мы будем стараться я буду всем показывать бесплатно, естественно что можно жить даже если у вас глиобластом вы просто посмотрите на меня делайте то, что я вам говорю я это сделал просто опустился ниже плинтуса и оттуда все вам показываю то есть давайте вот так будем говорить то есть мне бы, конечно привет бы нарисовался еще в тридцать девять лет но Леонид Давыдович Сакс сделал мне хорошую операцию говнюшки там были эти медсестры, но те полное говно они хотели меня убить ну твари, что я не могу сказать ну твари ну и все это уже тема отдельная тема и пускай так оно и будет Леонид Давыдович Сакс должен это дело понять и да, просраться этим дивным чудиком чмошным, вонючком ох, урода они были конченые вот, вот такая фигня и поэтому я живу буду жить и буду всем рассказывать показывать, что в принципе лечение даже если что-то внезапно шлепнуло не надо падать не надо падать и от того, что у нас сейчас нарисапалось то есть мы внезапно начали умирать от рака хотя раньше от рака мы так и не умирали хотя раньше в принципе при Советском Союзе у нас было все достаточно красиво и ровно мало того, у нас рядышком личка течет такая не слышали опять же возвращаемся к истории вопроса посмотрите внимательно историю, почему я никуда не поехал почему я поехал в Челябинск потому что у нас было очень серьезное радиоактивное загрязнение я ну там отрядышком от Челябинска до реки Тече на 40 километров то есть вы понимаете, да, куда я поехал лечить свой рак естественно в Челябинск можно бы поехать еще и в Белоруссию ну там тоже были проблемы еще повеселее помните, да, Чернобыль? не помню да что же вы так ничего не помните надо все это возвращать на круги свои вот и все ну и все, и лечимся, и никаких проблем не возникает но вернувшись к истории вопросов обращаясь назад, я вам говорю что это было красиво да, мы накормили, напоили и мы имели возможность купить за свои деньги сегодня и сейчас что вот над вами-то висит? не, не, ничего а сколько из вас человек в ипотеке? у кого проблемы с кредитом? да у всех а-ба-ца а-ба-ца даже у тех, у кого есть бизнес а-ба-ца да, там тоже проблемы с кредитами с платежами, со всеми делами вы куда деньги наши деваете? хватит воровать-то в конце концов во, к слову, о воровстве то есть тогда никто не воровал потому что тогда заворовство кончались сразу же это были 90-е годы самые лучшие годы моей жизни и еще раз говорю дай вам Бог, дай мне Бог я вот это дело уже прожил я сейчас смотрю как можно выкрутиться как можно выкрутиться достаточно легко и просто то бишь, вот смотрите то бишь даже невзирая на то вот сейчас мы это дело отключим естественно вот переключим из разряда карту terrain естественно вот сейчас он пересчитает все это дело то есть вот город Магнитогорск вот вот обратите внимание что вокруг города Магнитогорска вот это вокруг города Магнитогорска это объездная дорога правильно? правильно же? если мы не будем залазить вот в эту часть Башкирии а будем обращаться вот с другой стороны вот где-то объездная дорога заканчивается то в любом месте у нас маленький нюанс есть у нас постоянно дуют ветра что это значит? это значит что у вас будет постоянно электричество клево, да? ставьте дом дома есть можно в принципе я вам сейчас не буду говорить то есть есть такой вариант как спокойненько переехать куда-куда да вот в рядышком деревья то есть вы в любом случае если что-то с вами не дай-то бог случится с территории Агаповского района вот это все вся территория Агаповского района Агаповка вот здесь находится да? в Агаповке ну может быть там есть какое-то медицинское заведение но если вы отсюда вызовете человека и он приедет из Агаповки вас куда повезут? сейчас объясню куда повезут есть такой левобережная очень хорошая больница просто очень ну реально крутая больница вот вас привезут вот прямо вот сюда вот вот это очень хорошая первая горб она реально крутая горбольница и вы и вы в случае чего вызвав человека ну в некотором самом деле можете попросить соседа который вас привезет именно сюда вы находитесь территория Агаповского района территория Агаповского района обслуживается по медицинским соотношениям в городе Магнитогорске вы понимаете о чем я говорю? доехали или нет? о тема доехали окей на территории Агаповского района вы помните да к чему мы все это дело пришли? вот тут далеко объехать-то не надо вот буквально где мы вот Смеловский хорошее местечко реально Кирсар Жавка никаких проблем Приморский без разницы где угодно берите спокойненько свой дом выращивайте свининку вкуснейшую замечательную продавайте в городе Магнитогорске и в принципе вы можете забыть про слово пенсия потому что до 65 лет мужики ну я не думаю что доживут я не думаю потому что ну как бы вам сказать ну такая ситуация у нас случилась да-да-да к слову о том что в свое время при Советском Союзе у нас крещей не было вы понимаете то есть люди жили умирали от естественной болезни естественно вот потому что я не припомню у меня сейчас большое количество людей от рака умирает и тут как-то немножко задают вопрос а раньше не было такого раньше такого не было целиком все это дело опрыскивали ДДТ какие были вообще крещения не было когда вот начинают вот эти бред чмошная вонючая чебатуха которые нам говорят что да все жили нормально спокойненько ели вот такое мясо вообще просто кушаем вау никаких крещений не было что сложно что ли да я неоднократно говорю о том что нам бы конечно вернуть на круги свою авиацию ну это что-то как-то понимаете почему вот из нас сделали злобное быдло из всех естественно это легко и просто но злобное быдло 90% самое злобное быдло располагается не здесь нет это называется Москва вот там думая я что-то не везет Владимир Владимирович Путин Владимир Владимирович дядя Володя разгони ее какие дрени фени давай мы так договоримся через некоторое время как это было в Советском Союзе мы будем их собирать но они они как бы вам сказать ничего хорошего ну ничего ну вообще ничего хорошего они не сделали а зачем они нужны хорошая тема правильно хорошая весьма и вот мне когда начинают сказки рассказывать президент не президент давайте все-таки обратим свое внимание что свое-то время я почему говорю что из-за количества не так уж и много мы стали теми кто никогда не падал мы никогда никого не выбирали вы когда-то выбирали царя нет вы когда-то выбирали наших генеральных секретарей нет они просто жили все-то и будем говорить что вообще мне когда говорят что с возрастом возникают дивные проблемы из-за разряда того что мозги куда-то отвалились а я не буду говорить что проблемы такие есть Сорос да ему уже совсем там далековато там еще отдельные товарищи да-да-да-да им вообще очень далековато да им из гроба-то говорят это давайте сюда и у них очень все хорошо с головой настолько хорошо что вот эти мелкожоп которые только-только и вот они сказали вах дайте нам дерьмократию и эта дерьмократия превратилась в дерьмократию и вы это дело сами вы за это проголосовали кому это было нужно да-да-да клево вы сами я никогда я никогда не голосовал я всегда был сторонником коммунизма естественно там была хоть жизнь нормальная так вот они вас накорнили но тем не менее помните да мы вернулись в труда естественно когда мне начинают стирать сказки про то что у нас фермерское мясо я говорю во-первых это не фермерское мясо это есть отдельные коровники с коровниками сложно корова должна расти она должна питаться она должна гулять естественно вот а вот свинина которая везде есть это стандартная обыкновенная свинина она называется бройлерная свинина потому что их очень сильно накачивают всякими веществами и поэтому они достаточно быстро живут ну и естественно я бы допустим что сейчас можно я бы крайне не рекомендовал использовать печень вот печень свинную это вы забудьте про нее то же как и печень говядины курицы курица отрабатывает себя за один год свиноферма отрабатывает себе за два года понимаете вы доезжаете или нет доезжаете то же самое спокойненько здесь сделайте сколько человеку нужно денег чтобы хорошо красически прожить да то есть вернемся на круги своя без понтов вы себе можете купить за 200 за 400 тысяч хорошую машину нормальную грамотную качественную для которой вам это дело обеспечат и есть такая штука у меня называется калькулятор чтобы было бы понятно да то бишь частично у нас такие есть конторы не в курсе выйти которые вам индивидуально на дом привозят домашнюю свинину она в принципе такая же свинина но типа из дома то есть грубо говоря 250 рублей за килограмм причем весь а свиньи надо получается где-то в районе будем сейчас говорить ну примерно килограмм 70-80 ну давай умножаем на 80 то бишь одна свинья это грубо говоря 20 тысяч рублей вот она вы просто забили вам раздали вы получили 20 тысяч рублей то бишь если 20 тысяч рублей умножим допустим на ну я так думаю что 40 свиней вы сможете завести то грубо говоря это я сам чуть не варь 40 свиней это можно сделать это можно сделать это вы сможете сделать 40 свиней вам за год принесут 800 800 тысяч рублей этого хватит на машину этого хватит чтобы их покормить это вам реально оно все хватит вау круто я я лично это вот просто сам просмотрел прямо сейчас я ничего не буду говорить я это прямо сейчас с вами увидел и того допустим у вас ребеночек внезапно захотел что-то да и вы грубо говоря можете ему тупо и прямолинейно за два года купить целиком за свои деньги купить ему квартиру магнитогород хотя я бы не советовал это делать то бишь вы же понимать должны да то что то что творится с нами да это ну как бы счастьем то не назвать реально да как-то так но тем не менее даже вот вам вот вам местечки вот отовсюду досюда вот до Смеловского 15 километров вы не слышали 15 километров до Смеловского до Гаповки до Харьковского до Зернова до Малиновки Малиновка просто переехали гору и в Малиновку до Гумбейского это те же самые в пределах это никаких проблем не возникает Желтинский ну Собановский далековато но в принципе Бабарыгский это из той же оперы тут вообще нету проблем нету проблем спокойненько прожить хорошая тема всегда хорошая то есть давайте все-таки обратимся к вниманию что в принципе даже невзирая на вот этих вот сетевиков в которых я реально покупать-то ничего не собираюсь это бред сивой кобылы их много мы поднастроили да обратившись к тому что я вам уже показывал сумму да вот из этой суммы мы убираем громко говоря 100 тысяч рублей то есть убираем просто эту сумму из 800 убираем 800 грубо говоря на 100 тысяч рублей вы себе купите бензопилу хороший погружной насос мото-культиватор это я что-то маловато еще сказал короче вы себе сможете целиком все это делать за один сезон обеспечить и все и земля вас прокормит земля земля не данная нам государством не данная нам никем землю нам дал нам в аренду Господь Бог и ему надо молиться только ему надо молиться и все делайте себе немного потом уже когда-нибудь возможно вы можете себе построить что-то круче и наворочней но спокойно жить понимая о том что в принципе сейчас еще один маленький рассказ расскажу вкуснейший такой у меня дядя Сережа научился делать вино вы понимаете о чем я говорю что вам мешает жить спокойно даже в России даже в этой ситуации даже невзирая на то что вы в любом случае вы в любом случае будете привязаны к медицинскому центру в городе Магнитогорске а похоронить вы знаете не обязательно это должен быть город Магнитогорск везде где я показал есть отличное кладбище и после того как мы поработали после того как вы сделали качественное дело после того как люди начинают верить в вас верить в вашу жизнь и понимать что ихняя жизнь немножко не такая внезапно вдруг оказалась веря в Бога давая грамотные советы объясняя слушая меня дай Бог это случится может быть вы умнее меня я не буду ничего говорить потому что для меня самое главное вас показать показать что вы умнее меня что вы думаете что не такое нет господа я четко знаю что такое телевидение я четко знаю весь фактор узнаваемости сюжета и вы можете спокойненько жить и работать и показывать качественный результат хорошая тема правда я вам говорю правда я вам говорю так что давайте верить в Бога нашего без разницы в какого Бога ислам иудаизм вообще-то как бы если мы будем говорить о чем я еще раз объясняю я немножко там сторожил и я прочитал Библию ой вообще как бы я бы рекомендовал каждому прочитать Библию по полной программе прочитать Коран ну если и понимать что вера в Бога одна вера в Бога одна мы в Него только и верим мы никто мы здесь никто мы пришли и давайте не будем срать не будем говнякать мы будем выращивать то что нам нужно и необходимо и верить в Бога